МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ваши аплодисменты, господи. Здесь спектр задач очень широкий. И у этих точек роста, конечно же, есть возможности. И стоит такая задача выходить на сетевое взаимодействие с создаваемыми региональными центрами – IT-клуб, Кванториум, Дом научной коллаборации и другие. Точки роста прежде всего нацелены на освоение учащимся с 1 по 11 класса новых компетенций за счет современных технологий и разработок. Так, во время учебного процесса центры образования выводят на совершенно новый уровень преподавания и освоения таких предметов, как информатика, технология и ОБЖ. Если берем такие направления, как ОБЖ, мы, соответственно, здесь сделали упор на безопасной среде. Самый большой охват у нас взял направление технологии, так как мы включили сюда и 3D-моделирование, аэровидеосъемку, робототехнику, прототипирование. Смоделировать на 3D-принтере, научиться управлять дроном, обучиться игре в шахматы, создать личный медиапроект или сделать собственного робота, ребята могут и после уроков. Двери точки роста открыты для всех желающих с утра и до вечера. Бегать сюда за знаниями можно и во время перемены. Мы успели сделать на этом 3D-принтере вот такие вот брелки. Мы сами их разработали в программе Fusion 360. В принципе, работать с принтером несложно. Программа тоже достаточно интуитивная и понятная. Надо просто посидеть пару часов за ней. В принципе, разобраться в интерфейсе несложно. А с помощью очков виртуальной реальности школьники могут ознакомиться с экспонатами знаменитых музеев по всему миру и окунуться в историю быта разных народов в разное время. В рамках обучения, да, мы создаем проекты, будущем будем создать проекты. Сейчас мы работаем с готовыми проектами, которые скачиваем мы игры. В будущих планах мы будем создавать свои игры, свои проекты и также будем показывать всем. Точка роста также позволяет школьникам избавляться от проблем, исполнять желание и генерировать положительные эмоции. И все это с помощью вот таких удобных уфиков и уроков по нейрографике. Федеральные центры образования цифрового и гуманитарного профилей предназначены для районных и сельских школ. В следующем году в Ульянской области откроются еще 42 точки роста. До 2020 года их число увеличится до 200. Рината Леулова, Даниил Сурков. Новости Улправда ТВ из Чердоклинского района.